Так, у меня доклад про взлом MSK-хост и вообще почему опасно быть скрипкидисами или Avasp Top 10 для самых маленьких. Чуть-чуть обо мне. Я старший пентестер в лаборатории Касперского. У меня есть немножечко сертификатов, которые говорят, что я молодец. А еще иногда я люблю сохранять всякие странные файлы и иногда их анализировать. Да, что еще хотел сказать, что в Каспере не только антивирус и всякая скучная штука, но там есть еще пентестеры, веберы и вообще мы иногда занимаемся очень интересными штуками. Так, чуть-чуть агенты. Будет предыстория, потом что такое Avasp, потом мы поможем Доре или Даше, смотря какая у вас национальность, найти всяких плохих людей и мы будем молодцами. Небольшой дисклеймер. Все то, что здесь будет показано, это все теоретическая часть. Ни одной кавычки в заказчика и в MSK-хост отправлено не было. Мы только анализируем код. Вот. Просто, чтобы вы знали. За последние пять лет количество взломов и различных утечек увеличилось. Вот здесь, как нам показывает InfoMatch, по сравнению с 2021-2022 увеличилось в три раза. И это они еще не считали за 2023. Соответственно, никто не может быть в безопасности, даже злоумышленники. Вот. Они не предполагают, что если вдруг была взломана хоть какая-нибудь часть их инфраструктуры, скорее всего, вся их инфраструктура погорела и все то, что было доступно только им, станет доступно общественности. Предыстория. В сентябре 2021 года был взломан обузоустойчивый хостер MSK-хост. Самый быстрый, самый надежный. Вот. Мы оставим это все на его честность. Вот. Но дело в том, что неназванные пентестеры из СНГ взломали этот хостинг, потому что там было слишком много всяких скамеров, фишинговых сайтов и всего такого. Они удалили оттуда все то, до чего могли добраться, и слили несколько хостинговых серверов. Таким образом, рано или поздно это дошло до меня и в мои руки. Вот. И я выкачал несколько архивов и потом их проанализировал. И мы посмотрим все уязвимости из АВАСПа на примере кода злоумышленников. Посмотрим, как от них можно защититься и как их можно эксплуатировать. Чуть-чуть про то, что такое АВАСП. АВАСП — это некоммерческая организация, которая анализирует различные уязвимости и старается выявить самые критические из них и построить из них топ-10. Мы с вами будем говорить сегодня про АВАСП 2021 года, потому что он самый последний. Ну и в целом, зачем говорить про старое, когда можно говорить про новое. Как я уже говорил, будем ориентироваться на 2021 год. Так что поможем Даше найти злоумышленников. Итак, первое — это Broken Access Control. Это все ошибки, которые связаны с идентификацией, аутентификацией, различные проблемы с GVT, доступ к API без необходимых прав, проблемы ролей и все прочее. Также сюда входят паст-траверсал, айдоры, insecure, direct, object, reference, неправильный контроль доступа к endpoints и большое количество других уязвимостей. Посмотрим файл send-blog.php. ht-accessа для него нет, поэтому можем запросить его напрямую. Мы можем влиять здесь на переменную out, потому что она берется из php-инput. И можем пихать в эту переменную вообще все, что нам в душе угодно. К чему это может привести? Мы можем взять и накидать ему туда всяких разных страшных рандомных данных. На самом деле это выглядит страшно, а здесь мы просто берем случайные данные из dev.ru рандома и отправляем их напрямую в злоумышленника. Тут внизу еще должна быть строчка, где это выглядит чуть более красиво, но она не влезла на слайд. Сорян. Вот получается такой небольшой DOS. Как стоит делать? Стоит проверять, хотя бы делать проверку существования кук, что они есть. Потом можем добавить проверку на то, что входные данные у нас меньше 4000 символов. И добавить проверку, что входные данные у нас только по определенным переменам. Но это самый минимум. Естественно, это не обеспечит ту безопасность, которая нужна злоумышленникам. Второй забавный случай входит. Это файл miliben.ncm.php. Как вы видите, здесь написано на турецком, но я вам объясню. Здесь логин, пароль, IP-адрес, город и страна, откуда пришел к нам бедный человек и ввел какие-то свои кредисы. Запомните этот файл, мы к нему еще вернемся. Так, ошибка номер два. По АВАСПу это различные проблемы безопасности в криптографии. Раньше это было просто различное раскрытие конфиденциальной информации. Сейчас они объединили это в такой большой список угроз. И сейчас туда входит передача данных по небезопасным каналам. Небезопасная передача по небезопасным каналам данных. Потом отсутствие шифрования критических данных. Да, там логины, пароли. Естественно, все сказанное на предыдущем слайде, оно точно так же подходит и на этот, но это же злоумышленники, так что мы найдем новое. Сверху слева у нас указаны учетные данные для различных фишинговых e-mail, а справа пароли к базам данных. Вот. Как видите, примерно они одинаковые. Авито, Яндекс и все такое. Как от этого можно защититься? Мы можем использовать подключение к базам данных через переменное окружение и, используя функцию php.getenv, доставать их оттуда. Но это может не спасти, если у нас есть RCE. Или мы можем сохранять это все в унифайл и вне веб-рута. Это может спасти, если есть чтение файлов, но мы не можем выше его прута подняться. Или, что еще лучше, стоит шифровать все пароли, которые у вас есть. Следующее, самое интересное, это инъекции. Сюда относится большая группа уязвимостей. SQL-инъекции, OS-инъекции, SSTI. Вообще инъекции, это попытка внедриться в контекст языка, который кем-то интерпретируется. То есть мы внедряемся в язык запроса к SQL-базе, к NoSQL, к операционной системе и так далее. Все это может заставить злоумышленника внедрить какие-то команды и в итоге ему получить чаще всего RCE. Итак, мы возвращаемся к файлу melibn.cnm, потому что я не мог его оставить. Это файл doublecheck.php. И здесь мы видим самое интересное, что-то вроде SSTI напрямую в PHP. Мы получаем файлы, мы получаем параметры username и password из get и post-параметров, а потом открываем PHP-файл и добавляем информацию напрямую в PHP-файл. Этот PHP-файл доступен из web.ru. Это значит, что мы можем... А, да, если вы думаете о том, что этот файл очень сложно найти, потому что у него дурацкое название, и вы его никогда не набрутаете, то есть файл gk.php, который делает то же самое. Каким образом это проэксплуатировать? В качестве логина или пароля можем переслать туда shell на PHP и потом следующим запросом напрямую выполнять команды операционной системы. Как от этого защититься? Ну, во-первых, мы можем использовать HTML special charts для кодирования символов, чтобы у нас PHP разбивался. Во-вторых, все-таки не сохранять ничего в PHP, а сохранять в txt и желательно еще и в файле с уникальным названием и не в веб-руте. SQL-инъекции, если вы думали, что я их пропущу, то нет. Они, естественно, тоже там были, их было очень много, но если на верхнем слайде у нас напрямую очень хорошая SQL-инъекция, с конкатенацией ничего не фильтруется, то снизу тоже есть SQL-инъекция, но у нас есть set-type, который приводит код к типу int, но при этом тут есть какой-то что-то вроде IDOR через SQL-инъекцию, потому что, используя разные коды, мы можем разную информацию из базы данных вытаскивать. Как эксплуатировать? Ну, в целом просто у нас можно использовать union-инъекцию и достать все то, что мы хотим из базы данных. Как защищаться? Можно использовать либо ORM, либо prepared statement и никогда не конкатенировать ничего, что пришло от клиента. А4. Небезопасный дизайн. Это новая угроза в АВАСПе, которая обозначает все те уязвимости, которые можно было исправить на этапе дизайна. То есть все те уязвимости, которые разработчик мог подумать и не допустить, но допустил. Как вы понимаете, большая часть кода, написанного злоумышленниками, мы не берем во внимание различные АПТ-группировки, потому что на них работают специально обученные разработчики. Это очень... Мы берем тот код, который слит с MSK host. Это очень плохой код с кучей переиспользований. Вот здесь, например, они используют для отправления письма сокеты, хотя можно использовать обычные библиотечные функции. Не стоит использовать сокеты, и тем более, если вдруг в эти функции попадает что-то от клиента. Каким образом это эксплуатировать? Все очень зависит от контекста и остального кода. Поэтому мне тут сложно что-то сказать. Каким образом мы можем защищаться? Стоит использовать библиотечные функции, и не стоит изобретать велосипед. Следующее. Опять. Security misconfiguration. Это различные ошибки в настройках веб-приложений, веб-серверов и так далее. Например, XXE тоже относится сюда, потому что XXE можно настроить внутри веб-приложения, чтобы он никогда не отрабатывал. Но, как я не пытался, XXE я не нашел, потому что там просто не было обработки XML. Но, например, здесь у нас нет ограничений на чтение файлов в веб-руте. Есть файл база.txt, в котором находятся логины и пароли. Сам файл называется база.txt, то есть они не сильно отличаются изобретательностью. Эксплуатировать просто. Можем просто запросить его напрямую с хоста и получить доступ к учетным данным пользователей. Как нужно защищаться? Во-первых, не создавать текстовые файлы внутри веб-рута с логинами и паролями. Если уж вы так хотите, хотя бы запрещать через веб-сервер к ним доступ. Следующий пункт. A6. Это различные устаревшие компоненты. В целом тут все понятно. Не стоит использовать устаревшие компоненты. Например, вот здесь библиотека MPM. Картинфо обновлялась последний раз 6 лет назад. Если вдруг у вас есть устаревшие библиотеки, стоит найти новую, которая работает похоже на то, что вы уже используете, потому что уязвимости находятся каждый день. И стоит знать о том, что нужно обновлять различные библиотеки, топового кода, которые вы используете. Эксплуатация здесь также зависит от контекста и остального кода. Здесь в целом пока никак не проэксплуатировать, но мы просто об этом знаем. Как мы можем защищаться? Пожалуйста, обновляйтесь. Обновляйтесь. Просыпайтесь, обновитесь. Итак, следующее. Это проблемы идентификации и аутентификации. В данную категорию входят проблемы с различными неправильной обработкой сессий, с возможностью перебора паролей, переиспользование ключей, брутфорсы без копчи, дефолтные пароли, отсутствие второго фактора, предсказуемые сессионные идентификаторы. Например, дефолтные пароли, которые раскатываются, когда вы используете копию казино вулкан, то, как видите, здесь все практически дефолтно. Как это эксплуатировать? Можем запросить напрямую URL, который там вбит с юзернеймом и паролем, и получить кулку админа. Как стоит защищаться? Не использовать дефолтные пароли, применять многофакторку и реализовывать контроль доступа единообразно во всем веб-приложении, даже если вы злоумышленник. Восьмой пункт – это проблемы с целостностью и небезопасной десерилизацией. В целом, это достаточно новая угроза в списке Avasp. Сюда входят уязвимости нарушения цепочек поставок, как было в 2020, кажется, или 2021. Различные проблемы в обновлении прошивок, когда в прошивку мы можем внедрить какой-нибудь код из-за того, что подпись не проверяется. И небезопасная десерилизация. Очень сложно было найти там небезопасную десерилизацию. Я нашел единственную функцию Unserialize, которая используется в PHP, и если там используется код от клиента, то теоретически мы можем что-то с этим сделать. Но надо понимать, что эта функция, она не в коде злоумышленников, а в целом она в одном из файловых менеджеров была. Как эксплуатировать? Здесь тоже очень сильно зависит от контекста и остального кода. Если в PHP, то нам нужны какие-то функции, которые выполняют всякие интересные штуки и еще магические функции, чтобы тоже работали. Как защититься? Не использовать десерилизацию, если вы вдруг принимаете что-то от клиента. Предпоследний пункт. Это ошибки логики и ошибки различного мониторинга. Это все, что касается логов, хранения, аудитов, некорректных входов. Естественно, ничего этого у злоумышленников нет. Поэтому у меня для вас слайд с доступными логами, доступными из веб-рута эксплуатировать. Мы можем это просто запрашивать вот эти файлы у злоумышленников и вполне возможно, что у кого-то это выстрелит. Там, кстати, скрываются всякие логины, пароли самих злоумышленников. Каким образом можно защищаться? По дефолту, например, Nginx складывает все не в веб-рут и это хорошо. Используйте, как делает Nginx. И последний. А10. Это уязвимость SSRF. Тоже было достаточно сложно найти, но я нашел одну функцию. Не знаю, зачем она злоумышленникам, но они зачем-то берут картинку из урла. И если вдруг в PHP настройках fopen открыт, то мы можем пихнуть туда какой-нибудь URL и сделать SSRF. Например, мы можем запросить туда URL, который относится к AVS. Понятно, что здесь AVS не используется, потому что здесь используется MSK host, но принцип примерно одинаковый. Как защищаться? Стоит очищать, проверять все входные данные от клиента. В целом это для всех пунктов. Используйте схему URL-адреса в соответствии с белым списком разрешений и отключайте перенаправлений. Выводы. В целом сам AVS не покрывает всех тех уязвимостей, которые есть у злоумышленников. Что-то из этого мы можем проверить в ходе работ, что-то нет. Например, мониторинг нормально проверить мы не сможем. Но при этом в этом докладе мы быстро пробежались по списку AVS Top 10 из 2021 года. В самом коде уязвимостей намного больше, чем я привел. Этим мы занимаемся на работе. Мы взламываем системы, приложения, различные сервисы, анализируем код. В общем, в качестве защиты проверяйте API все входящие данные, обновляйте пакеты, не используйте плохое шифрование и будьте зайками. И тогда дяди в погонах за вами не придут. На этом мой доклад заканчивается. Мы остановили злоумышленников. Мы молодцы. Не будьте плохими, как злоумышленники. Спасибо. 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 Спасибо.